друзья всем привет с вами никита делаю и добро пожаловать farming simulator 19 сегодня мы с вами поговорим о топ 5 модах по версии пользователей интернета в принципе берем статистику по скачиваниям и поэтому погнали сразу стоит отметить что в этот топчик не попали моды которые относятся к картам для карт мы сделаем отдельный ролик наверное причем мы их поделим на буржуйские и российские советские не знаю какие там еще бывают а также по сути дела в топ-5 входит global company что по сути дела не имеет смысла ставить если вы играете на карте которые не требуют его поддержки или вы не суете производства которые требуют поддержки короче это просто дополнение не суть важно на пятом месте у нас расположился мод который называется а и векал экстеншен простонародье этот мод называется альтернативный рабочий или умный работник в общем-то по-разному в интернетах его кличут по сути дела он заменяет нашего наймета которого мы нанимаем для того чтобы вот закультивировать поле условно и в нем друзья присутствуют дополнительные настройки клавишами левый shift и h мы можем вызвать вот такую менюшку и соответственно включить его выключить рабочая сторона это разумеется для комбайна лево-право тип движения по полю по периметру ли черночный соответственно по периметру он будет ездить кругами вокруг поля челночный он будет ездить туда-сюда обратно в общем-то дохрена тут различных всяких настроечек если он включен то горит снизу такая вот подсказочка еще на control h можно вызвать и дополнительную менюшку где все эти же самые кнопочки самые популярные скажем так выбираем здесь по периметру челночный в общем-то как хотим разворот какой угодно можно поставить в общем-то для чего это надо это надо для того чтобы ваш обычный нами то если вы не пользуетесь курсплеем конечно же или у вас он глючит и вас бесит как меня например чтобы ваш обычный нами не врезался в деревья в преграды которые которые могут помешать ему выезжать за полем разворачиваться например деревья столбы если поле близко находится и так далее в общем-то все это дело можно запустить и идти заниматься своими делами опять-таки если не пользуетесь курсплеем то я вам категорически рекомендую эту штуку таки ставить разумеется он будет жрать ваши деньги как и любой наймит в общем-то но альтернативный рабочий да на четвертом месте у нас расположился мод сезоны тут много на самом деле любителей и не любители этого мода меня например лично периодически нахлыновая то с сезонами поиграть то без сезонов то еще как-то соответственно если в кратце про него говорит то он добавляет в игру сезоны игровой год разбит на четыре сезона весна лето осень зима каждый сезон разбит на три периода ранний средний и поздний соответственно можно выставлять настройках сколько дней игровых это все дело будет занимать ваши занятия связаны с тем временем года что и в реальной жизни то есть весной у нас пассивная осенью уборочная зимой нам делать нечего надо следить за животными в общем-то добавляется тут довольно много хардкора по поводу животных по поводу сушки травы и в общем-то очень много всего правда игра из-за этого затягивается тут есть большая справка находится в справке игры если вы добавляете этот мод можно в общем-то почитать как здесь и что происходит есть дополнительно такая вот менюшечка есть свои настройки да кстати животное тоже здесь будут в настройках они из обычного меню пропадают животными очень много изменений вообще у меня на канале кстати есть ролик подробно описывающим от сезона правда там тоже некоторые моменты упущены но в общем то справа вверху есть подсказка можете глянуть для любителей реализма тоже рекомендую для тех кому надоело просто каждые игровые сутки просто одно и то же садить сеять или сажать сеять а потом убирать и по новой то вот можете короче разнообразить свой игровой быт таким вот нехитрым способом на третьем месте друзья у нас расположился газ модуль пак соответственно это хреновина включает в себя две машинки вот таких вот газ 52 и газ 53 оба модульные и плюс к ним еще идет модульный прицепчик сразу хочу отметить что модельки сделаны очень качественно звуки управления мне лично все нравится соответственно на эти самые модули можно цеплять всякие крутые штуки грузовой модуль на 4 200 литров с дополнительными бортами которые чуть повыше больше объемом для силоса перевозит меньше всякого дерьма но больше по объему опять-таки продуктовый фургон изотермический модуль платформа с автопогрузкой вот эта вся хреновина может возить поддоны или продукцию которая производится на поддонах они все небольшие по вместимости но на картах вот типа зеленой долины где нету больших объемов мне лично именно вот этот мод заходил я поддоны возил именно с помощью него потому что маленький хорошо управляется вмещает себя там три поддончика и в принципе больше как-то не производилась за сутки за серию и так далее есть также скотовоз заправщик сейлок который такой знаете с перегрузчиком типа хлебный модуль но это уже просто бутафория мне кажется он возит все я не проверял но мне кажется да модуль для жидкости для топлива который соответственно и является заправщиком молоко вода и техпомощь помощью этой хреновины можно в поле ремонтировать технику и там есть небольшой запас топлива можно также заправлять свою технику в общем-то если играете на русских картах то тоже крайне рекомендую поставить себе вот этот вот пак поможет вам справиться с перевозками в вашем хозяйстве и со всякой фигней на втором месте у нас располагается камаз пак видимо любителей камазов больше чем любителей газонов хотя может быть из-за того что здесь объема больше по сути дела тоже хорошие модельки со звуками и со всей прочей фигней но уже камазов соответственно включает в себя вот такой вот замечательный самосвал на 10 кубов немножко поновее 6520 на 12 кубов кстати летают они тоже довольно быстро 100 камачья 6520 есть заправщик сейлок соответственно вот такой замечательный 53215 с прицепом который по сути тоже самосвал по 15 кубов и прицепы кузов самого камаза 65117 с прицепом уже по 30 кубов они посвежая и побольше моделька 43118 с автопогрузкой бревен длиною 7 метров или два по три с половиной и 53215 для на всяких жидкости 20 кубов и 20 кубов прицепчик принципе вы же понимаете что эти прицепы подходят не только грубо говоря вот эта бочка к этому мазу эту бочку может цепануть любой из вот этих вот мазов не мазов камазов простите и они прекрасно будут работать в парах можете комбинировать как хотите также в этот пак включен тягач 54 115 и кучи полуприцепов к нему а конкретно зерновоз ну обычный самосвал по сути дела написано что перевозит все культуры просто не отображаются все иконки видимо у автора что-то пошло не по плану бочка для жидкостей бочка для бревен тоже с автозагрузкой правда уже 15 метров длину он позволяйте перевозить платформа для поддончиков 30 тюков 34 круглых тюка 16 поддонов в общем-то все замечательно он возит тут снизу все написано сколько чего в него влезает есть полуприцеп для извести и удобрений продуктовый фургон то же самое что и с газоном насколько я понимаю я честно не тестировал его но судя по тому что я видел на ю тубе что мне попадалось тут тоже продукция которая с поддонов будет загружаться сюда но и скотовоз который тоже довольно таки большой 16 лошадок себе вмещает это много опять-таки повторюсь что модельки все сделаны довольно таки качественно довольно красиво и вот у меня они не лагают а то знаете бывает часто моды ставишь и они прогружаются миллионы часов какой бы классный комп у тебя не был а тут вроде все норм друзья самый популярный муд это курс play курс play по сути дела тоже является альтернативным наемным работником который может работать на полях делать все что угодно может просто двигаться по маршруту может возить и не знают возить на продажу урожай из точки а в точку б и разгружать это все дело на курс play можно собирать поле с комбайном можно поставить сеять поле и чтобы сеялка ваша ездила и пополнялась к вашему хранилищу сама и он все прекрасно будет делать с помощью курс play также можно даже трамбовать силос в ямах и и перегрузчиком его оттуда потом продавать в общем-то очень много всякой фигни и для меня это самая незаменимая вещь я когда вышла 19 ферма я в нее месяц наверное игрался в мультиплеере пока она актуальна была новенькая потом вернулся обратно в 17 потому что там курс play было в 19 еще не было я так-то больше люблю в одиночке играть меня на канале также есть ролик посвященному тому как пользоваться этой замечательной хреновиной он ссылочка сверху он вылезла если кто-то что-то не знает то можете в принципе посмотреть там немножко там старая версия в том ролике но изменений практически нету просто чуть-чуть другая менюшка в общем-то разберетесь так что вот такой вот топчик у нас получается друзья ссылки на все эти моды и есть в описании если информация оказалась для вас полезной не забудьте поставить палец вверх пишите ваши комментарии какими модами еще вы пользуетесь тоже пишите если вы не подписаны канал то подписывайтесь у нас много всяких интересных прохождений и подобные обзорчики будут и гайдики и в общем-то куча всякой подобной фигни всем друзья огромное спасибо за просмотр с вами был никита делай всем всего доброго пока пока